Доброе утро, ребята! Всем доброе утро! Завтракают артисты, завтракают, как обычно, у вас сам бутерброд! Бутерброд! Йо-моё! Ну, он самый классный с утра бутерброд. Ты хочешь сказать, что наша еда не классная, типа, с Леной? У вас, ну, чуть хуже, да. Да, конечно, да. У нас рис, вкусный рис. И у нас по два яйца, жареные с луком и колбасой. Очень вкусно. Вот моя тарелка, вот Елены Сергеевны тарелка. И овощи. Овощи. Потому что летом надо кушать овощи. Овощи дешевеют с каждым днём. С каждым днём приходишь на рынок, оно всё дешевле, дешевле, дешевле. Так что лучше дома берёшь, посидел так неделю или две недели. Приходишь, были по 30, а потом через две недели приходишь, по 5! И радости, да? Нет предела. Ну, классно. Овощи – это хорошо. Лето, фрукты, овощи, черешни, клубники. Не, клубника сейчас отошла. Но есть клубника, которая раз за лето даёт урожай. А есть клубника, я забыла, как она называется. Ремонтантная или какая-то такая. Что она даёт несколько урожая за год. Вот. То её такую продают. Она, правда, мелкая. Её продают. Короче, кушаем, насыщаясь витаминами, ребята. Посмотрим, что-то по телеку. У нас сегодня похолодало. Потом нас с балкончика покажешь, да? Как там люди одеты. Уже в шортах, наверное, нет. Слушайте, прям градусов, наверное, 15 или 14. От жары отдохнуть. Холодно. А как на море ехать ездить? Холодно. Вчера сидим, жарко. А сегодня, блин, холодно. А где там золотая середина? А на море? Да на море, это же наша область, а в другой области уже не будет. Прям там сильно это самое. Ну, посмотрим, оно же не будет так всё лето. Не знаю. Не знаю, я рада, что похолодало. Я вчера так нажарилась, что я рада этому. Да, вчера жарко было. Да, так что так, ребята, всё. Всем приятного аппетита, кто завтракает вместе с нами. Так, ребятки, ребятки, меня видно, меня видно. Чуть-чуть без головы или с головой. Блин, зрение упало, без очков вообще не вижу. Нифигашка. Папка уходит. Ну да, папка. Я ухожу. До свидания. Всё было, как было. До свидания. Всё было вчера. Папка уходит с Соникой гулять. На улицу непонятно, что одевать. Сейчас на градусике сколько я говорила? 17. 17 градусов, да. Но ветер такой холодный этот самый, что не знаешь, что одевать. Ну, курточку какую-то, ветровочку, да? Конечно, мать. А Соникова что одеть? Какую-то кофточку ей надо. Кофточку, плащик. Какая-то башки. Чёрный плащ. Борька сысняла, появится. Так, я по-быстрому, ребята, варю наш любимый-любимый, самый любимый. Особенно у Лены это самый любимый супец. А что я хлебок отключила? Думаю, что такое нефиг. Что такое нефиг. Короче, как обычно, ребята, у меня сварились здесь куриные ножки. В количестве трёх штук. Раз, два, три. Вот. Мне многие писали, что лучше съёмку вести без... А чё-то телевизор как дрожит, надо его выключить. Что съёмку вести лучше без вот этой подсветки, без этой лампы. Это где пульт? От телевизора вырубить его. Пульт, вот он. Что это лампы? Ой, что эта лампа как бы мешает. То есть, ну, мне неудобно без неё работать. Более-менее камеру настроила, чтобы лампа мне была, мне освещала. Понимаете? Как всегда, ветер у нас на Бугу. Ветерок такой холодный. Вообще, такая разница дикая по сравнению со вчерашней жарой. Вчера пекло было, а сегодня так, как осенью, глядь. Кажется, дождь начинается. Капельки уже капают потихоньку. Маленькие. Всё, тучи меня выхлонило небо. Сегодня у нас такая погода. Соняшка, бежи себе, улыбайся. Маленькая киса. Ты убегает, не боится. Он шипит на тебя, да? Не одна, вон ещё две сидят. Там ещё. Компетила. Короче, бульончик готов. Я его свалила ещё вчера ночью. Сейчас холодильник достала, просто как бы разогрела. Он раз кипанул. Картошку нарезала вот такой вот соломочкой длинной, такой симпатичной. Нарубила лук. Сейчас морковку нарежу. Так, как я люблю соломочкой. Кстати, мне когда-то кто-то писал, что Юля, мол, удобно. Вы морковку везде добавляете, её любите, её едите. Почему бы в сезон, когда дешёвая морковка, Юлечка тебе не сделает так, допустим, её уже нарубить, тоже там соломочкой, кубиком или так, этот самый, и заморозить в пакетике. Кстати, это вообще идея. Надо будет, наверное, мне так сделать. Это вещь. Толковая. Раз, достал горсточку. Ну, а в чём заморозить? Я в пакетиках буду, наверное, замораживать. Горсточку достал и всё. Так. Эта кочерга нам уже не нужна. Добавляю. Я не делаю зажарку в этот суп. Я просто добавляю лук-морковь. Чик-чик. И в суп. Чик-чик и в суп. Ждём закипания и кипятим буквально. Блин, ну, оно как-то, это самое, с этой подсветкой, да? А ну, давайте попробуем без подсветки. Смотрите. Так. Подождите. Сейчас я поднимаю яркость на камере. Вот она поднимается, поднимается, поднимается. Можно ещё, ещё. Дальше уже пошёл пересвет. Вижу по тарелке белой. Ну, вот так вот, допустим, да? А ну-ка, а если открыть шторы? Ну, хотя бы, пасмурно на улице. Открыть шторы. Вот так вот. Вот так вот, допустим, будет, да? Пойдёт. Подо меня просто этот самый, банки тут стоят. А в телевизоре мои баночки отсвечиваются. Ну, вот так вот тогда. Ну, мне просто активно работать как-то. Так, что ещё сюда у меня пойдёт? Да и всё, собственно. Лук, морковь, картофан, курица. И я добавляю, ребята, ой, макарошки. Вот такие вот. Смотрите. Первый раз покупала этой фирмы. Я обычно беру более узкие, более тонкие. А первый раз взяла вот такие прям широкие-широкие. В следующий раз буду брать более тонкие. Эти широкие. Ну, а то же самое вкусно, всё хорошо. Ну, тоненькие лучше смотрятся. Это раз. Во-вторых, вот она толстая такая макаролинка, да? Лапша. Она ещё увеличивается в размере. То есть, ну, в раза полтора-то где-то. Ну, те мне больше нравятся. Но эти вот тоже будем доедать. Так, всё, это закипает. Да, и в принципе всё. А пока мусор забрал, я его там поставила. Забрал, забрал. Я хочу сейчас что хочу, ребята? Побыстречку наварить супчик, чтобы он был, было что кушать. Это на обед, а на ужин не знаю, что. Может, это же и будет на ужин. Мы такие, в принципе, непривередливые. Посмотрим. Если у мамочки будет настроение, то я что-то ещё на ужин приготовлю. Вот. А я планирую сейчас заняться уборкой. Тут Соня косточки накрошила под столом. Там ласа, вон, яичко не дожевала. Жевала, не дожевала. Короче, позаметать, помыть полы, порастусовать хочу. Вот у меня на подоконнике стоят очень много банок. На балконе банки. Стоят в ящиках таких из-под бутылок стоят банки. Где-то там пакет ещё с банками. Ну, и походу там кушаем. Что-то какую-то кабачковую икру покупали. Там ещё что-то. И баночки. Я их так быстро на подоконник ставлю. Ставлю. Уже, короче, в итоге весь подоконник заставлен банками. Надо или заняться уборкой на балконе. Или пока их просто в пакет. Ну, короче, хочу начать с кухни. Пообирать кухню. Повымывать кое-где. Позаметать коридор. Помыть полы. Ну, такое. Короче. А супица варится очень быстро. Очень удобно. Вот сейчас лук-морковь, она уже закипела. Буквально там минуты 3-5 кипит. Да даже можно 2 минуты. Господи, оно быстро варится. Тем более морковочкой я молодую добавляю. Картошку бабахаю. Картошка кипит минут 10-15 до готовности. Добавляю мельмешельку. Добавляю эту курицу, отделённую от косточек. Всё, в принципе, и всё. Зелень какую-то. Зелень у меня есть. Там у меня и замороженное есть, и такой укропчик есть. Добавляю зелень. Всё, суп готов. Классно, удобно и быстро. Понимаете? Да. Тут тоже везде-везде бардачки. Везде бардачки. Где мусорные пакеты? Вот это. Ой. Ребята, а мне так удобны вот эти вот халаты. Но вот этот мне удобней. Хотя многие написали, что в ярко-розовом мне лучше. Но этот мне удобней по размеру. Раз. Нет. Даже первое. Это удобней по качеству ткани. Этот 100% как бы хлопок. То есть она приятная к телу. Мягенькая. А тот ярко-розовый. Он такой как полусинтетический. Даже не полу. Он, наверное, синтетический. Не, он некомфортно, короче. Поняли, да? По ткани, малюх. Поэтому я этот больше таскарю. Все. Тогда занимаюсь я, ребята, уборками. Сегодня хорошо. Не жарко. Можно спокойно заниматься делами. Та-дам! Та-дам! У нас обед. Обед. А мы завтра обедом ничего не снимали, да? Да. Если нет, то там убирай, то тут убирай, то за компьютером сидит. Папка за компьютером сидит тоже. Да. Короче, сварила супчик. Очень вкусный. Я себе от перчика сейчас бабахну. С лапшой супец. Сейчас покажу, какая тут крупная лапша получается. Смотрите, какая она широкая. Да. Всем лапшам лапша. Она увеличилась в два раза реально. Вот. Каждому по супцу. Колбаска, хлеб, лучок, морковка. И у нас конфеты. Вот шарм называется вкуснячие. Можно, если что, с чаем, мойся. Ой, писали в комментариях. Постана одна и та же девушка пишет, переживает за Ласу. Вот Ласу не видно, вы ее на даче оставили. На даче. Да не на даче, ребята. Вот она, есть Ласа. Вот она, собачка. Она просто не сидит постоянно рядом с нами, как Соня. Ласа вот она, на месте. На месте. Она приходит только, когда чувствует, что что-то есть, покушает. Что-то такое стоящее. Да. Вот на супчик пришла. Да. На что вкусный супчик. Так, все. Обедаем, Сергеевна, Елена. Мойте руки. Ребятки, наконец-то наши животины дождались каши. Мама наварила. Любимая каши. Сейчас я опущусь на колени. Смотрите, как она ест. Ой, там мусор немножко на полу Соня разбросала. Посмотрите, как она ест кашу. Мукбанг. Боже. Слушайте, мне прям тоже каши захотелось. Офигеть. Да ладно. Мы тут смотрим просто на тебя. Мы ж не отбираем. Чавкает дальше. Вы слышите, как она чавкает? Офигеть. Вот это мукбанг, я понимаю. А то мне еще пишет, Юля, некрасиво чавкать на камеру. Ребята, вы чего? Юля вообще тихонько ест по сравнению с Сонятой. Слушайте, она с таким удовольствием кушает, да? Слушайте, я бы тоже такую кашу ела. Нифига себе. Ой, я прям не успеваю глотать. Челюсть все работает, работает. Сейчас ласу вам покажу, как ласа кушает. А вот так вот, ребята, тихонько ласа кушает. Кушай, кушай. Аккуратно. Смотрите, совсем по-другому. Кушай, кушай. Что, все? Алло. Кушай, кушай. Она смущается, наверное. Соня на фоне чавкает. На Соню смотрит. Вот кошки аккуратненько едят, да? Что ей там в рот попадает, тем языком тычет? Кусай вообще, как Соня. Не может кусок печенки достать. Облизывает просто. Что ж ей там покру... О, 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 вот так вот. Молодец, ласочка, умничка. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Кушай, ласа. Давай, давай. Кушай, пожалуйста. Пока даю. Пока мама добрая. Ты что? Она все съела. У Сони пустая тарелка. Смотрите. Пусто. Пустота. Ласа, ешь. Вот сейчас Соня. Это же будет сейчас пасти, пока ты от тарелки не отойдешь. Кушай давай. Та-дам, мать. Та-да-дам. У нас что? Что? Ужин. Кто я? Ты мать. Я мать. А ты кто? Я баба. Ребята, посадимся ужинать, да? Да. Давай, разговаривай, мать. Вермишелечка вкусная, поджаренная, обалденная. У папки еще яишен. Это приправка так просто загадила. Немножко закрасила, да. С колбасочкой яишен, как же без колбасочки. У меня вермишелечка сегодня в духовке запекалась. Я даже ничего не снимала, ничего не показывала. День какой-то расслабона. В духовке запекала куриные спиночки, каркасы. Помидорки берешь, в сольку макнул и в ротик. Очень вкусно. Понятно. И морковочка, чай. Все, ребята. Вот так вот. На этом хватит, да? Мы сегодня, да, что-то целый день просидели. Я говорю, слушай. Она говорит, а, Шаповаловый звонит. Коля, Оля, привет вам большой. Привет, привет, ребята. Звонит Оля. Говорит, что такое? Где видео? На цены нет. На канале ли цены нет? Нет видео. На этом, на артистах одно видео. Говорит, Оля, сидим. День проходит, мы ничего не робим, ничего не делаем. Или не можем снимать. Знаете, бывает просто такое вот. Мы же блогеры обычные люди. Зависон, да. Бывает зависон. Бывает недостроение. Бывает ненасыщенный день, когда просто просидел там, понимаете? Иногда хочется просто сядь, взять пульт и поклацать вот так вот и сидеть перед телеком. Вот это сегодня у нас такой день. Не, папка хоть работал за этими видосами. За компьютером, да. А я вот есть приготовила и все, у меня зависон, короче. Ну ничего, вот так вот, как-то день пролетел. Ну вот. И мы же давай. Я говорю, слушай, Оля сказала, что надо видео снимать. Как так на канале нет? Цены нет, вы же обещали каждый день. Я говорю, давай что-то снимем. Мы сели, записали, буквально в полдвенадцатого мы выложили видео. Да? Ну, ну хоть так, хоть так. Ну да. Бывает, бывает, ребята. Лучше поздно, чем никогда. Да, простите, кто-то утром завтра встанет, посмотрит. Да, мы там рассказали, что мы на море собираемся. Ну, это видео с опозданием выйдет. Собираемся мы в железный порт. Вот. И у меня все уже паника, ца ж надо вещи собирать. Все, ца ж я задра. Я уже отложила вон стаканы, вилки, ложки. У меня уже пошла жара. Для меня это самое тяжелое, собирать вещи. Я ж больная на это все. Так, кто не забыто. Я пишу список. Юля в коем-то веке всегда пишет список. Ну, в прошлый раз я так получила, что я все-таки забыла папкины шорты твои, да? Конечно. Еще что-то забыла. Потому что в панике все. Мы купили другие там. Да. А нож... И ты рад, да, что купили новое? А нож, понимаете, вся ответственность на мне. Зубные щетки я должна взять. Бритвенные наборы я должна взять твои, да? Ну, ты же мать. Ну, вот так вот у нас в семье. И у меня такой взрыв мозга просто, чтобы ничего не забыть. Лена говорит, собери вещи. Она вещи на море соберет. А я знаете, что делаю? И Лена так нервничает. Ну, вот такая я. Она соберется рюкзак полный, застегнет его. А я по-тихому приду, открываю рюкзак, все вылажу и посмотрю, нет ли чего-то лишнего. Еще раз бери в бюро, говорю, мама, зачем-то она говорила мне рюкзак собирать. Вот такая я прибацанная, понимаете? Никому воли не даю. Так, ребятки, все. На этом прощаемся. Будем кушать, ужинать, посмотрим что-нибудь по телеку, по Ютубу. Телек-то мы, в принципе, не смотрим вообще. Мы только за него платим, а смотреть не смотрим. Ютуб. Ютуб рулит по Ютубе как фильмы, как блогеров, как путешествия. Хочешь машину купить, смотришь обзоры по машинам, да? Хочешь что-то починить, хочешь что-то отремонтировать или как обои поклеить. Куда мы лезем? На Ютуб как поклеить обои. Ну, к примеру. Ну, да, да. Что угодно. Да, все подряд. Ютуб рулит, да. Все. Всем пока. Пишите, звоните, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Все. Пока.